Я начинаю, да? Чтобы для задач работы с текстами необходимо как-то представлять наши слова в компьютере. Изначально для этого были придуманы самые тривиальные способы, наподобие ванхоттенкодинга, но, разумеется, там очень много своих недостатков, когда вектора не отображают значение слов, не устанавливается мера близости между словами и большой размер векторов при малом количестве содержимой информации. После ванхоттенкодинга появились back-of-words, но там также нет информации о порядке слов и встречаемость ничего не говорит о важности слов в предложениях. После этого развитие пошло дальше, появился метод TF и DF, но там опять же не решалась проблема с порядком слов и не учитывался контекст. И уже начиная с этого стали появляться методы, основанные на нейронных сетях, такие как Word2Vec, в котором уже начинал учитываться контекст, в котором употребляется слово. Но при этом Word2Vec чем хорош? Мы обучаем нашу модель, делаем предобучение на большом корпусе текста из той же Википедии и записываем наше векторное представление в память, а потом просто достаем. Это удобно, и при этом не тратится время при обучении модели на нашу основную задачу. Но методы наподобие Word2Vec не учитывают многозначность слов, которые встречаются в текстах. И зачастую это очень важный аспект. Например, слово «яблоко» может употребляться как в контексте фрукта или как компания. Собственно, на смену пришли более продвинутые методы наподобие Элма и Берта. А Берт я чуть-чуть расскажу. Берт — это модель, которая основана на архитектуре трансформеров. При этом сам по себе трансформер состоит из энкодера и декодера. И эта модель создавалась как архитектура для машинного перевода. И, конечно, трансформер можно использовать и для других задач, в том числе, чтобы доставать имбеддинги или в качестве языковой модели. Но это достаточно проблематично, потому что мы обучаем машинный перевод, имеем тексты на двух языках, не всегда возможно иметь большие корпуса. Собственно, поэтому возникла идея создания отдельной модели. И вот Берт — это часть трансформера в виде энкодера. При этом по архитектуре он не отличается от энкодера и трансформера, но изменяется несколько формат входных данных, что позволяет использовать Берт как модель, создающий эффективные имбеддинги, но также Берт можно использовать и в других задачах после его обучения. В качестве языковой модели или в задачах, когда необходимо получить ответ на вопрос, основываясь на каком-то тексте. И во множестве других задач он себя зарекомендовал. Собственно, Берт имеет две стадии обучения. Это притренинг и фантюнинг. Также притренинг у нас делится на два этапа. И как раз здесь кроется отличие от трансформера. Мы обучаем Берт как языковую модель, но при этом нам хочется учитывать контекст слова, в котором оно употребляется. Поэтому часть слов мы покрываем специальной маской. Около 15% слов. И во время обучения пытаемся на основе окружающего контекста предсказать значение этих слов. А вторая задача на притренинге – это предсказать последовательность предложений. Тут как раз отличие от трансформера. В трансформер мы подаем одно предложение, в Бертже мы подаем два предложения, которые разделяются специальным токеном СЕП. и наша модель учится как бы классифицировать, показывает, является ли второе предложение логичной последовательностью первого или нет. Делаем мы это также с помощью дополнительного специального токена CLS, который вбирает в себя всю информацию о нашем тексте. Ну и тут на картинке видно, вначале мы добавляем CLS и делим предложение с помощью токена СЕПАРЭЙШИН. Также стоит отметить, что на вход Берта мы подаем эмбэддинг. Это может быть ворту век, мы его дообучаем, либо какое-то другое векторное представление. Но мы суммируем наш эмбэддинг с позишнел эмбэддинг. То есть, поскольку в Берта мы подаем все слова параллельно, то теряется последовательность позиция слов в тексте. И как раз позишнел эмбэддинг позволяет ее сохранить. Например, с помощью разложения по гармоникам синусовой кофинши. Также у Берта есть два ограничения. Все предложения должны быть одинаковой длины. И чтобы сделать их одинаковой длины, добавляется дополнительный токен ПЭД. С помощью Attention Mask мы кодируем значимые слова, и дополнительные токены, которые уравнивают длину предложений. А второе ограничение, максимальная длина, это 512 токенов. При этом Берта использует особую токенизацию на основе модели WorldPiece. И токены представляются в виде каких-то значимых подслов. Там есть и целые слова, но многие слова делятся на какие-то логические части, на приставки, суффиксы или отдельно по буквам. Представляем слова, если не можем найти соответствие в словаре. По поводу словаря от токенизатора будет еще чуть-чуть дальше. А сейчас загрузим трансформер для построения эмбэддингов, для предложения. Соответственно, библиотека Transformers включает в себя уже предобученные модели Берта. Да, они там разные, но, как уже отмечалось, Берта имеет свои параметры, которые необходимо будет учесть. Собственно, это как раз токен SEV, CLS. Их надо будет добавлять токен IDS, IDS, маска, сегмент IDS и как раз Positional Embedience. Зададим наше предложение, поскольку, как уже упоминалось, преимущество построения таких векторных представлений в том, что они учитывают контекст и многозначность слов. Зададим текст, в котором есть различные значения для слова bank, то есть как банковское хранилище и как берег реки. И попробуем построить для данных слов эмбэддинги и посмотреть, что они действительно различны. Для этого как раз добавим специальные токены и проведем токенизацию. Как раз дальше у меня про Бертовский словарь. У него есть зарезервированные токены, которые имеют форму ONUCE957. Также специальные токены, есть слова, есть отдельные подслова. Ну и различные всякие интересные включения, типа Starbucks. Его словарь никак не делит и воспринимает как отдельное слово. Собственно, изначально в словарь включены буквы, и причем они идут не по частоте, а просто в алфавитном порядке. А вот уже слова и подслова идут по частоте употребления. Добавление в начале слова двух хэшей обозначает, что данное слово является частью подслова. То есть мы какое-то слово разбили на подчасти. У каждого единичного символа есть аналогичное ему подслово с двумя хэшами. Это здесь видно. И если визуализировать длину слов, то будет следующий график. Видно, что максимальная длина это 6, но при этом есть какие-то специфичные токены в 14 символов. Скорее всего, это какие-то слова, употребляемые в определенной литературе. Также там есть числа. И длина подслов, самая максимальная 4, есть также подслова длиной в 9. Это касаемо словаря, на основе которого производится токенизация для Бирта. Повторюсь, она на модели WordPress строится. Собственно, вернемся к нашему предложению. Необходимо представить. Мы хотим подать одно предложение в нашу модель, но базовым являются два предложения. Поэтому нам необходимо построить, задать ID. Поскольку у нас одно предложение, мы всем самым задаем значение 1. Но если бы у нас было два предложения, одно было бы отображением от цифры 1, а второе 0. И дальше загрузим передобучную модель. Возьмем base. У нее 12 слоев энкодера. Также есть модель large. У нее 24 слоя. Тут выводятся все слои нашей модели. Дальше. пропустим текст через Бирт и извлечем все скрытые состояния, чтобы построить эмбеддинги. Всего получилось 13 слоев. То есть у нас 12 слоев как раз hidden state и один входной слой эмбеддинга. И всего получилось 219 648 уникальных значений для представления одного предложения. Можно посмотреть, какое распределение для токенов вышло. И распределение для всех 22 токенов вышло примерно одинаково. одинаково с разбросом около минус 10. И дальше как раз строим векторное представление наших слов. Соответственно, это можно делать по-разному. Все зависит от конкретной задачи, от конкретных условий. И в различных задачах могут быть разные методы более эффективными. Но можно, например, объединить последние 4 слоя, получив вектор из одного слова для каждого токена. Каждый вектор будет иметь длину 3072. А в качестве альтернативы можно создать векторы слов, суммируя последние 4 слоя, например. И также можно создать эмбейдинг уже самого предложения, которое мы подали в BERT, усреднив предпоследний скрытый слой для каждого токена. И получим один вектор длины 768. Ну и дальше можно как раз убедиться, что у нас были построены разные эмбейдинги для нашего слова bank. Вот оно здесь выделено. Если вывести векторы, то значения действительно различаются. Можно дать более точную оценку, например, с помощью косинственного расстояния. И здесь видно, что у схожих слов, то есть bank-волт и bank-раббер, сходство большое. При этом для bank-раббер и riverbank у нас косинственное расстояние получилось значительно ниже. То есть наша модель смогла учесть контекст и построить разные эмбейдинги для нашего одного слова. И еще вот хотелось бы сказать ремарку по поводу того, какие слои стоит использовать. Авторы BERT протестировали стратегии, подав различные векторные комбинации в качестве входных функций в BLSTM и используемые в задаче распознавания именованных объектов. И построили оценку F1. Ну и как видно на рисунке, различная комбинация hidden state давала нам разную оценку качества. И также я нашла рекомендацию такую о том, что стоит использовать для наиболее эффективных эмбейдингов предпоследний слой. Такое соображение дается на основании того, что наши первые слои модели учатся получать какую-то общую информацию о языке. И с каждым последующим слоем наша модель уже получает информацию не в целом о языке, а именно о предложении, о его смысловой нагрузке, контексте слов. Но самый последний слой уже обучается на наши задачи предварительного обучения Эберта. То есть это mask language model, когда мы предсказываем значение 15% закрытых слов и next sentence prediction, когда мы учимся узнавать, является ли второе предложение логической последовательностью первого. То есть наиболее эффективным эмбейдингом может являться именно предпоследний слой. Но опять же, все зависит от конкретной задачи и это стоит пробовать, скажем так. Дальше у меня идет именно классификация текста уже на основе BERT, просто показать эффективность модели, так сказать, модели с коробки, способны показать очень неплохие результаты. Будем использовать набор текстов, в котором необходимо предсказать грамматически верные предложения или нет, то есть у нас бинарная классификация. Собственно, также необходимо провести токенизацию с помощью токенизатора BERT. По поводу длины. У нас у всех в предложении разная длина. Как упоминалось, длина должна быть одинаковой. Поэтому нам необходимо определить максимальную длину, которую мы видим на тестовой выборке. Там получилось, по-моему, 47. Ну и зададим 64 для... То есть в обучаемой выборке, извиняюсь. И зададим максимальную длину как 64 для подстраховки на тестовой выборке. Дальше делим обучающую выборку на выборку для обучения и на валидационную. Загружаем модель. Это также предобученный BERT, у которого идет дополнительный не обученный линейный слой, который мы будем использовать конкретно под нашу задачу. Можно вывести слои, которые в нашей модели. Как раз на выходе у нас два значения. Зададим гиперпараметры, оптимизатор, learning rate и, собственно, обучим модель. Заданы четыре эпохи. Авторы рекомендуют предобученную модель обучать от двух до четырех эпох. И считается, что этого будет достаточно. Ну и, собственно, здесь, скорее всего, произошло предобучение, что видно полос на валидационной выборке. Но у нас данных получилось не так много, и не стоило, видимо, делить на обучаемую и валидационную выборку. То есть если убрать валидационную, то наша оценка должна будет возрасти у модели. Дальше обучим, после обучения проверим качество на тестовой выборке с помощью метрики коэффициент корреляции и мейзер. И там она варьируется от минус одного до плюс одного. И лучший результат будет при плюс один. Обучаем модель. Здесь показано качество на различных бачах. Получилось, в бач попало 32 предложения, за исключением последнего, в котором 4. в бачах. Ну и средняя оценка качества получилось 0,519, что можно считать хорошей оценкой, при условии, что была просто всегда базовая модель без каких-либо ухищрений. В принципе, у меня на этом все. Да, Маша, спасибо большое за доклад. Модель была взята, она же притренированная, получается. Да. Мы ее файн-тюним, правильно? Что? И мы ее, получается, файн-тюним. Да. Определенную задачу. Да, да. Так, у кого-нибудь есть еще вопросы по докладу? Ну, как понимаю, вопросов нет ни у кого. Сейчас, подожди, сейчас. Можешь пролистать такой вопрос? Просто сразу сходу вопросов какие-то задать. Вот я еще хотел, вспомнил вопрос. Получается, hidden state, который мы берем, он отражает в себе все предложения, которые мы ему отдавали. Правильно? Сейчас. Мы в модель подаем все слова параллельно. То есть у нас для каждого слова получается последовательность энкодеров. И для каждого слова свой hidden state. И мы можем найти средний этих векторов, чтобы получить уже представление самого предложения. Но на выходе у нас hidden state для каждого слова в отдельности. Хотел уточнить, тут датасет уже был готов для того, чтобы его использовать с этой моделью BERT, или ты сама его готовила каким-то способом? Да, был готов. А если, допустим, мы хотим какой-то русский GTS-саб взять, просто мы там статей накачали с интернета, то что нам вообще понадобится для того, чтобы запустить классификатор, например, какого-то в новостях каких-то русских? Или там на, ну, просто вот на предложениях каких-то? Если честно, я не знаю. Ну, я не уверена, что он способен работать с русским текстом. Не знаю, я просто не пробуду. Ну, многие из них, они мультиязычные, поддерживают там чуть ли не до 100 языков. Надо смотреть. У них очень много людей. Вот эта библиотека Transformers, это команда Feeding Space. И вот из NLP, которая мне известна, это самая такая интересная и лучшая библиотека. У них очень, есть репозиторий, как бы GitHub, о, не GitHub, а Hub, куда другие разработчики, исследователи скидывают свои модели предобученные. И там, допустим, есть, по-моему, даже дырбанка модель GPT-3 натренированная. Можно с помощью этой библиотеки подогнать веса оттуда и ее использовать уже готовую обученную модель. Маш, я думаю, что будет полезно разобраться, как на русских текстах запускать классификаторы. Есть предобученные на русском, может быть, у Дип Павлова. Есть. И вторым этапом можно будет об этом рассказать. Ну и самое полезное, ну, одно из самых полезных также было бы, как готовить данные. То есть вот есть данные, не знаю, приходим куда-то, там просто тексты. И их надо правильно подготовить для того, чтобы учиться. учиться у них вот тоже было весьма полезно. Их надо разметить. Разметка это дело такое. Разметить, токены ставить технические. Ну, как варианты, можно взять какую-нибудь предобученную модель уже и прогнать этот дата-сет, чтобы она проставила коди. А потом на этом дата-сете обучать свои модельские титы. Так, ну что, я предлагаю переходить к следующему докладу. Маша, спасибо тебе большое. Было все очень интересно. Присылай свой ноутбук на Telegram, чтобы мы его выстроили. Да-да, спасибо.